За круглым столом представители национальных диаспор, региональных министерств и общественных организаций. В Хакасию на постоянное место жительства приезжает все больше мигрантов. Программа соотечественники дает им новые возможности. К примеру, на получение российского гражданства нужно не меньше 8 лет. Благодаря программе беженка из Украины Кристина Кравченко могла стать полноправным жителем России всего за год. В Хакасии девушка прошла курсы повышения квалификации. Сейчас она перспективный программист одной из абаканских компаний. Я прошла дополнительную квалификацию и это мне оплатил центр занятости. Вот эти курсы. И уверенность в завтрашних дней строю планы. Сейчас все хорошо и я думаю, что уже у меня даже постепенно я теперь не то называю место домом, а это называю место домом. То есть постепенно осваиваюсь, обживаюсь. Помощь в трудоустройстве. Компенсации затрат на профобучение и медосвидетельствование. Поддержка предпринимателей. Финансирование федеральное и республиканское. Минтруд призывает приезжающих. Заявляйтесь и участвуйте. Выделены деньги. Установлены сегодня очень тесные связи с Министерством внутренних дел. У нас отработаны контакты. То есть все механизмы сегодня работают без задержек. Программа действует в республике с 2014 года. За это время Хакасия стала домом почти для восьми сотен соотечественников из разных стран. Половина из них из Украины. В основном это люди трудоспособного возраста. Есть преподаватели, врачи, строители, 30 инженеров, 17 многодетных семей. Девять человек благодаря программе открыли свой бизнес. В том числе фермерские хозяйства. Мы ежегодно представители общественных объединений, так скажем, собираем нас, обсуждаем, так скажем, как идет адаптация переселяющихся соотечественников. Ну и одна из главных задач все-таки это информирование о нашем субъекте, о возможности переселения в нашу республику. Диаспорам рассказали, как воспользоваться мерами поддержки. Принят второй этап программы на следующую пятилетку. За этот период Минтруд планирует помочь в переселении в республику еще 900 соотечественникам. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС.